Добрый день! Сегодня я расскажу про куб бабочку. Это очень старая головоломка, производство компании One One. Называется также Curvicopter 3 Butterfly Cube. Выпускалась вот в подобной коробочке, но размером чуть поменьше. Как видите, здесь есть простор. Но оригинальную я искать не стал. Взял похожую, от чего-то другого. Названия все равно нет. Ну и на вид они одинаковые. В те времена еще в One One не подписывали название головоломка на коробочках. Так что интереса нет. Куб бабочка. Понятно почему так называется. Элементы похожие на крылья бабочки. Есть в двух цветах. Белый пластик, черный пластик. Отличия у них в стикерах. На черном пластике есть белый цвет. На белом пластике белого нет. Вместо него черный. Много лет назад я купил вот эту. И много позже мне подарили еще вот такую в черном пластике. Поэтому их теперь две. Как видно, на фоне есть куча головоломок, которые сделаны на основе или похожи на куб бабочку. Ну самый главный авторитет здесь куб вертолет. Тоже базовая головоломка. Они похожи с бабочкой. Про вертолет есть подробное обучающее видео, которое я готовил очень долго. Она идет часа полтора. И именно после него я никак не мог решиться снимать про бабочку. Так как многое похоже. И снимать не меньше. И ссылаться друг на друга там не получится. Так как головоломка базовая. Меня часто просят снять обучающее видео про морфо-ауреолу. Какой-нибудь кловер-куб. Что-то еще на этой базе. Но я всегда отвечаю, что все это будет после бабочки. И вот наступило лето. И у меня появляется немного свободного времени. Я задумался о том, чтобы наконец-то это сделать. Не значит, что случится в скором времени. Уже не первый раз я кладу себе эти головоломки на стол, чтобы их пособирать, поспоминать, как там что было. Но я определенно настроен в эту сторону. Сегодня же я вкратце расскажу, что это за кубики. Зачем они нужны. И как их собирать. Начнем с размера. Они, как обычная трешка тех времен, 57 мм. Естественно, тяжелее современных трешек. Но это здесь не главное. Можно собирать корвикоптеры на скорость. Была даже введена дополнительная дисциплина. Но, по-моему, только раз проводилось. И то не в России. Официальная сборка на скорость, но на соревнованиях. Я, к сожалению, не участвовал. Как вращается? Можно вращать ребра. Это ребра вращательная головоломка. Класс коптеров. Коптеры, потому что есть хеликоптер. С которого также вращаются ребра. Эти вращения похожи на вертолет. Поэтому головоломки, у которых есть подобный тип вращения, называют коптерами. Вращать можно каждое ребро. И не только так. К сожалению, как 2х2 не вращается. Не вращается и как 3х3. Можно видеть здесь. Но есть дополнительные возможности. Можно повернуть ребро не до конца. И вращать следующее. Тогда происходит явление изменения формы, которое здесь называют джамплингом. Также форму можно не менять, но, используя подобные движения, менять орбиту элементов. К примеру, мы возьмем какую-нибудь наклейку. Вот эту. Она может быть где? Отсюда перейти сюда. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Потом сюда. И сюда. И потом опять вернуться на свое место. То есть вот по этим местам эта наклейка может путешествовать. Ну и соответственно сам элемент. Но при помощи джамплинга можно орбиту этой детальки поменять. Стоит отметить, что вот эта деталь путешествует отдельно от этой. Не как на пирамидке. Один большой элемент. То есть вот уголок, лепесток, ребро. И при помощи джамплинга можно поменять орбиту этой наклейки. Для этого мы делаем такие вот движения. С двух сторон ребра. И перемещаем. Теперь эта наклейка появилась в том месте, где быть не могла. Пока я сейчас верну, где все было, чтобы орбиты не менять. Можно бабочку собирать двумя основными способами. Это перемешивая без изменения формы и не меняя орбиты. Получается не сложная головоломка. И кто-то именно на этом и останавливается. Просто перемешиваем. Как-то вот тут цвета по-другому становятся. Вроде бы красиво. Можно собирать. И собирается она в принципе интуитивно. По крайней мере до последнего слоя. Ничего тут сложного нет. И вот белую бабочку мы соберем именно так. Второй же способ. Это с изменением формы перемешивать. Но главное менять орбиты элементов. И это желательно делать до того, как форма испорчена. Движение джамбл. Так, так и вот так. Форму не меняет. Но зато меняет орбиты. Получилось, что вот эти две наклейки поменялись местами. Тут тоже что-то изменилось, но не так категорично. Вот эта наклейка здесь стоять могла, переходя отсюда сюда. Вот таким движением. Главное, что вот эти две поменялись. Если сначала поменять форму, вернее поменять орбиты многих наклеек, то будет сборка гораздо веселее. Но также можно форму сильно изменить и сборка еще усложнится. Сначала перемешаем просто так. Несколько движений. Сделаем пару джамблов. Чтобы было повеселее. Делать их бесконечно смысла особого нет. Так как можно из неправильного места поставить случайно на правильное. Так, ну и сделаем несколько движений, чтобы форма поменялась. Я не буду показывать здесь все случаи. Просто что-то очевидное. Так. Ну как-то вот так. Вот получилась бабочка перемешанная с изменением формы. Можно сделать гораздо страшнее. Начнем с обычной. Чтобы собрать, мы разворачиваем вот эти ребра. Они, как можно догадаться, находятся на своих местах и не перемещаются. Поэтому их просто достаточно развернуть. Далее мы ставим такие черные лепестки на свои места. Если джамблинга не было, то вот этот лепесток на других местах вот этих стоять не может. Ну а значит он уже стоит на своем месте. Ищем еще. Вот этот. Мы отсюда можем перевести сюда, а потом сюда. Поэтому можем сделать так. Так. И вот так. Два есть. Ну и я начал с черного цвета, который вместо белого. Дальше вот этот. Можно поставить вот сюда. Но чтобы ребро развернулось, ставим сначала в сторонку, разворачиваем ребро, подводим, возвращаем. И вот это точно так же. Так. Первая грань почти собрана. Остаются здесь уголки. И здесь углы можно собирать либо сразу, либо сначала собрать лепестки первого слоя и потом собирать углы. Я предпочитаю собирать углы сразу. То есть вот стоит уголок. Один правильно. Вот сюда нужно еще. Черно-зелено-красный. Ищем такой. Подводим над своим местом, чтобы он смотрел черным вверх. И... Кстати, это стоит на своем месте, но ребро развернуто неправильно. Поэтому прежде давайте ребро развернем. Вот так вот. И уголок вернем на место. Здесь. Давайте тоже пока в сторону. Вот исходное положение. То есть вот цвета ребер совпадают. После сборки их можно было развернуть все. И вот этот уголок, если подвести вот сюда, цвета совпадать не будут. Поэтому лучше сначала ребро развернуть неправильной стороной, отставить уголок и опустить вниз. Ну, таким образом все они собираются. Единственное, нужно эти уголки разворачивать. Они не всегда становятся так, как нужно. Например, вот здесь вот. Черная наклейка смотрит в сторону. Ребро развернуто нам как надо. Но наклеечку надо нам поставить вверх. Для этого мы вращаем по верхней грани. Не удалось. Вращаем еще. Так, и теперь отправляем вниз. Ну, и эти движения можно просчитывать. Но здесь это делать не придется. Опять, цвета здесь не совпадают. Значит, сначала отведем в сторону. Развернем. Поставим. И вернем. И вот. Четыре угла стоят на своих местах. Можно собирать лепестки. Вот здесь. К примеру, вот этот лепесток может перейти сюда. Потом сюда. Да, то есть вот. Такими вращениями. Мы же подведем место. Отведем в сторону уголок. Вставим. Лепесток. Вернем уголок. И отправим вниз. И вот уже два синих лепестка на местах. Дальше. Здесь должен быть оранжевый. И его можно вот тут вот найти. То есть вот смотрим движение. Как может переходить. Подводим. Управляем в сторону уголок, чтобы не сломать. Возвращаем. Возвращаем. Таим вниз. Оранжевый готовый. Здесь должны быть зеленые. Смотрим поблизости. Так. Они оба здесь. Они могут находиться еще вот так вот внизу. И тогда их придется оттуда извлекать. Ну и здесь все легко. Поднимаем. Отводим в сторону уголок. Вставляем лепесток. Возвращаем уголок. Ставим так. И зеркально поднимаем. Отводим в сторону уголок. Вставляем лепесток. Возвращаем. Опускаем. Зеленые готовы. Сюда красные. Ситуация похожая. Разворачиваем вот эти. Сначала отсюда. Так. И теперь левый. И вот у нас первый слой собран. Ребра развернуты вверх. Нам все неплохо. Пока никаких сложностей. Все интуитивно. Дальше. Развернем желтые ребра. Желтым цветом. Кверху. И расставим. Этими нехитрыми пиф-пафами. Остальные наклейки. Боковых граней. Сюда можно вот этот поставить. Делаем такой вот. Нехитрый пиф-паф. Вращаем одну. Вторую. Обратно. Обратно. Ребра сохраняет ориентацию. Наклейка становится на место. Но логично поступим с синий. Так. 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 Ну здесь остальные стояли на местах. Так что было легко. Дальше. Нужно расставить уголки по местам. Именно сначала расставить, а потом будем разворачивать. Так. Вот этот стоит на месте. Желтый, зеленый, оранжевый. Его ставим справа. И дальше нужно таким вот движением переставлять. То есть сначала покажу алгоритм. С первого раза не соберется. Соберется со второго. Можно делать зеркально. Тогда будет собираться с первого. Вращаем левую. Переднюю. Правую. Переднюю. Левую. Переднюю. Правую. Переднюю. Этот остался на месте. Вот эти уголки должны были вот так вот переместиться. Типа АПЕРМ. Еще раз. Левая. Передняя. Правая. Передняя. Левая. Передняя. Правая. Передняя. То есть как бы мы прокатываемся туда-сюда. И вот уголки стали на свои места. Дальше одним нехитрым алгоритмом мы по два угла будем разворачивать. Но здесь их только два. Поэтому алгоритм следующий. Если глаза. То мы вращаем сначала. Боковые. Потом заднюю. Опять. Боковые. Передние. И повторяем. Боковые. Задние. Боковые. Передние. Если были бы уши. То есть наклейки желтые по бокам. То бы сначала вращали бы передние. А потом весь алгоритм. И вот. Если форму не менять. Бабочка собирается очень легко. И просто. То есть по факту здесь всего два алгоритма. Которые в кубике 3х3 не используются. Возьмем бабочку вторую. Здесь сначала вернем форму. То есть можно просто взять и отменить те движения, которые были. Ну это проще всего. Я сильно не запутывал. Можно конечно форму усложнить еще. Вот так вот уже вращаться не будет. Можно попробовать как-нибудь вот так обменять. А и получится уже ситуация пострашнее. Ну сильно страшно делать не буду. Оставлю это обучающее видео. Вот пример одна из типовых ситуаций. Симметричная. Ну попробуем интуитивно из этого выбраться. И тут ничего сложного. Есть всего несколько типов вот таких вот изменений формы. И как бы не перемешать головоломку. Можно из них выбраться. Максимум мне по-моему 8 углов удавалось выводить из плоскости. Но потом уже головоломка плохо вращается. И больше ищешь возможность покрутить что-то, что крутится. Ну допустим мы этот этап преодолели. И получаем собранную форму. Откуда нужно вроде бы повторить все, что было на предыдущей бабочке. Но не все так просто. Будем начинать с белого цвета. Так. Развернули ребра. Ну и по классике. Видим вот это. Можно поставить сюда. Легко ставим. Один есть. Вот этот можно сюда. Получилось. Вот этот можно сюда. Потом сюда. Можно не возвращать. И вот этот должен сюда пойти. Но он не хочет. Он хочет сюда. А почему? Потому что его перемешивали с джамплингом. Ну головоломку. И поэтому орбиты изменены. И придется для того, чтобы поставить этот лепесток сюда, опять орбиты поменять. Да? А как это сделать? Ну нам нужно, чтобы встал сюда. А значит он должен быть либо здесь. Либо здесь. 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 И опять вернулись сюда. Ну явно не здесь. Ну для начала давайте как-нибудь просто сменим рандомно. Вот так. Что получилось? То есть я сделал джамплинг. И как-нибудь теперь поближе подвести. Так. Отсюда. Может сюда. Не пойдет. Ну если я отсюда переставлю вот сюда. То вот так вот будет хорошо. Ну а значит так мы и поступим. То есть джамплинг можем перемещать лепестки напротив. Менять местами. Ну отсюда уже беленький поставим. Сейчас получилось, что всего один лепесток был не на своей орбите. Но могут быть и все четыре. Но здесь с чем все упрощается? Тем, что лепестки одинаковые. Поэтому этот может быть не на своей орбите. Но на орбите другого. Да? И поэтому сложностей не возникнет. Давайте дальше. Этот уголок на своем месте. Но ребро неправильно. Значит поднимем уголок. Отвернем в сторону. Развернем ребро. Уголок на место. Дальше. Здесь уголок должен быть бело-зелено-оранжевый. Он здесь. Если подведем сюда. Нужно разворачивать против часовой стрелки. Попробуем повернуть против часовой стрелки. Делать круг. И видим, что становится как надо. Не той стороной ребро. Поэтому его сначала развернем. Ставим вниз. Дальше. Бело-оранжево-синий. Стоит здесь. Мы понимаем, что нужно опять против часовой стрелки. Делаем сразу прокатку. Ну, может было заранее опять посмотреть, что ребро стоит уже хорошо. Поэтому можем сразу вниз. Здесь стоит не так. Развернуть нужно по часовой стрелке. Поэтому круг по часовой. Ну, отправляем вниз. То есть пока все то же самое. Первая сторона собрана. Значит ставим лепестки. Ну, один на месте стоит. Посмотрим, есть ли еще зеленый на нужный. Орбите. Вот он. Встанет сюда. Отлично. Встал хорошо. Зеленый собран. Вижу оранжевый. Хорошо встанет вот сюда. Дальше оранжевый. Чтобы встал сюда. У нас, к сожалению, не хочет. Но зато мы можем понимать, что этот, если здесь стоит, его орбита тут, тут, тут. А здесь, напротив, есть оранжевый. Значит, мы делаем джамбл. Он нам не поменяет ничего на нижнем слое. Зато переместит оранжевый на нужную орбиту. И у нас получается три варианта оранжевых лепестков. И хотя бы один из них легко перейдет на нужную орбиту. А с этими двумя мы потом разберемся. Да, они должны стоять здесь. Пока собираем только нижний слой. Два синих. Синий станет вот так хорошо. Не забываем отводить уголок в сторону. Еще один синий ищем. Так. Неплохо стоит. Так. Ну и пошли красные. Один есть. На нужной орбите. Ищем второй. Ну, опять видим. Вот те, которые на передней грани, они вот сюда, на эти орбиты, никогда не встанут. Так как они на одной грани имеют четыре разные орбиты. А значит, единственный кандидат вот этот. И он стоит напротив нужного места. А значит, опять делаем джамбл. Иногда может потребоваться два джамбла для того, чтобы лепесток отсюда перенести на нужную орбиту. Устанавливаем. Так. Ага. А я сделал неправильно. Потому что вот этот. Да. Не туда. Нам нужно, чтобы вот здесь оказался. А для этого я сейчас отменю. посмотрим, чего я не учел. Угу. Да. Нет, нам этот лепесток не поможет. Было бы хорошо, если бы он был здесь. Да. А нам теперь нужно так, так, так и вот так. То есть, вот это место напротив вот этого. Вот джамбл переместим вот этот красный сюда. Да. Ну и сразу его можно ввести к нужной позиции. Вот так. Нижний слой готов. Дальше. Ну, здесь можно разворачивать желтым наверх. А можно не разворачивать, так как джамблинг был. И здесь должно быть чуть посложнее собирать остатки. Ну, посмотрим. Может быть, что-то само встанет. Желтые наклейки пока полностью игнорируем. Собираем боковые цвета. Синий. Здесь должен быть. Отсюда, отсюда и отсюда. Но там уже собран, поэтому нет синим. Здесь. Тут. Тут. Подходит. Разворачиваем. Вставляем. Заворачиваем. Неплохо. Но этот синий не подойдет. Но зато мы можем сделать как? Поставить его напротив и сразу на свое место. Удобно хотя бы вот одну сторону собрать. Дальше. Смотрим. Красный. Один на месте. Второй. Не хочет. Не хочет сюда. И чтобы его как-то сюда определить, надо его поставить здесь. А здесь ему тоже стоять не хочется. Мы можем его отсюда отправить вот сюда. Но сломаем синий. Зато потом красный встанет на место. Можно, конечно. В принципе, джамбл делается несложно. Давайте так и сделаем. Чем изобретать велосипед? Синий просто вернем. Так. Красный собрался. и синий возвращаем на место. Две стороны есть. Смотрим дальше. Зеленый. Зеленый. Тут должен быть. А он здесь. Непорядок. Оранжевый. О, оранжевый стоит хорошо. То, что у нас ребро не совпадает, ничего страшного. Это мы развернем. Ну и покажу основную комбинацию, которую можно здесь использовать для того, чтобы менять орбиты. Для этого она придется сделать вот так. Смысл какой? Мы берем вот эти две наклейки и перемещаем вот сюда. Одну справа, другую слева. И здесь их поменяем при помощи джамбла. Да, вот это вот испортится, но мы вернем. Так. Возвращаем красный. Чиним синий. Возможно, развернется ребро. Ничего страшного. Да, и после этого у нас орбиты поменялись. И... Зеленый и оранжевый на местах. Сейчас вышло все просто, но бывают более сложные ситуации и здесь побороться приходится. То есть мы расставили лепестки, но основная идея именно в этом. Можем поменять два вот этих элемента при помощи джамбла. Можем поставить вот так и сделать джамблу. Вот эти два элемента тоже поменяются местами, но и ребро развернется. Это бывает полезно при разных случаях, которые я, конечно, потом как-нибудь подробно расскажу. Теперь. Нам нужно развернуть два ребра. Мы можем это сделать, не нарушая состояние лепестков, при помощи джамблов правого и левого. Делаем джамбл с одной стороны, с правой что-то поменялось. И делаем его зеркально. То есть сначала мы поворачивали верхнее и левое, а теперь верхнее и правое. Верхнее правое и боковое левое, а теперь верхнее левое и боковое правое. Также делаем джамбл. У нас лепестки на местах, а ребро развернулось. Но уголки, к сожалению, тут никак не поменялись. Ну, то же самое делаем здесь. Поэтому можно особо на ориентацию ребер при сборке и внимания не обращать. Ну, на верхней грани. Что-то легко меняется в любой момент. Так, ну и остается расставить уголки. Тут уже никаких новостей. К примеру, на вертолете могли получаться ситуации, когда нужно переставить два угла, то что ребер нет. Да, и главное отличие вертолета от бабочки, тут есть ребро, а тут нет ребра. И тут можно делать неправильное движение, которое я чуть позже покажу, а тут уже нельзя. Получается, что бабочка чуть сложнее, чем вертолет. Но собирается не по похожему принципу. Но вертолета, правда, ситуации побольше. Сначала переставим как-нибудь уголки, чтобы один встал на место. Какой-то будет, но видимо вот этот встанет сюда. Нет, этот на месте останется. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Вот этот встанет на место. Начинаем слева. Смотрим. Вот это на месте. Значит, еще одну такую перестановку. И на удивление бабочка собралась. Но ничего страшного, этап ориентации точно такой же, как без изменения формы. Вот, в принципе, и все отличия. Сборки получились очень простые. Я здесь форму сильно не замешивал, но, в принципе, я думаю, понятен. Что касается нечестных движений. К примеру, кловер куб. Можно собрать точно так же, как бабочку. И я впервые, когда этот кубик вышел, делал именно так. Так и собирал. Но в нем можно делать то, что на бабочке не положено. К примеру, вот так. Вот так вот можно сделать на кловере. То, что уголков нет, и они не мешают. Но если сильно постараться, так можно сделать и на бабочке. То есть мы сделали какое-то движение, и вот здесь вот нам элемент мешает. Но с усилимой мы можем провернуть и... Ну, я не такое же изобразил, но что-то другое. То есть можно пересиливать головоломку и получать дополнительные, более легкие перестановки. Еще раз. Вот здесь вот вращение происходить не должно. Но оно вот происходит. Потому что есть некая расхлябанность у головоломки. Если переусердствовать, конечно, можно и рассыпать. Я так не делаю. Но почему я не приветствую такие движения на бабочке? Да все потому, что на основе бабочки много других головоломок. И возьмем, к примеру, CurveCopter 3. Он собирается изначально точно так же, как бабочка. Но на нем вот эти элементы покрупнее. И уже сделать вот эти чит движения не получится. Здесь все заблокируется или даже рассыпется. Если мы возьмем тот же CurveCopter плюс 3х3 тоже на базе CurveCopter сделанный здесь то же самое. Сделать какие-то левые движения не получится. Возьмем Чопку. Это вообще половина бабочки. Здесь все тоже грубее. То есть вот эти движения недоступны. Если крутить дальше то головоломка сломается. Ну я не крутил не проверял. Опять же вот это неведома головоломка. Я кстати не пробовал на ней делать чьи движения но подозреваю что этого не стоит здесь проворачивать. Наверное нет. Не собирал еще. так вот в моем обучающем видео не будет вот этих вот нечестных движений. Поэтому сборка будет очень похожа на вертолет и многие обучалки по вертолету и пользовались при сборке бабочки. Я конечно все структурирую и применю именно к этой головоломке все свои знания. Покажу решение для каждого случая. Ну а после бабочки там уже и от лан-лана много других коптеров видных головоломок есть. Я их доставать не стал потому что весь столб заставил. И там тоже много чего интересного. Поэтому я всегда рекомендую начинать с вертолета но также есть собрат бабочка. Тоже базовая головоломка очень хорошая. рекомендую присмотреться пока стоит не дорого. И современного аналога вот полного пока не придумали. То есть вот много много лет назад сделали куб бабочку и клона пока нет. Есть вот головоломки от MF8 всякие от LIM куб на базе. Да. Чи даже вот с 2 на 2 кловер куб. Но полного современного клона нет. Может быть кто-то и сделает. Интересная головоломка. Старые не значит плохие. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok